добрый день товарищи друзья праздника не будет нам конца я приветствую всех людей которые имеют корг по 500 и сегодня я вам расскажу как можно играть на самоиграйки нашим корги но инструменты поменять на vst инструменты благодаря программе qbase 8 pro full retail на экране вы видите восьмую версию этой программы лицензионную я расскажу как можно это сделать небольшая справка дело в том что до восьмой версии было невозможно сделать такую синхронизацию чтобы например часть инструментов играла на корги а часть инструментов мы заменили vst инструментами в qbase из-за того что аудиодвижок был старый восьмой версии аудиодвижок поменяли на новые и применять теперь новые азию guard драйвера поэтому здесь латенция гораздо меньше стала она тянет более большие проекты с большим количеством инструментов и самое главное что она синхронизирует на выходе все эти инструменты команды и так как это можно сделать вот перед нами пустой открыт пустой проект мы выкатываем мышку и в этом поле создадим 8 миди каналов так как у нас самоиграйный аппарат имеет использует для автостиля 8 миди каналов и поэтому создадим здесь восемь дорожек с восьми каналами значит выбираем здесь а д д миди трек создать и здесь выбираем ставим значение 8 то есть восемь каналов применить вот мы создали восемь каналов да я хочу немножко говорится напомнить что прежде чем работать с коргом и qbase им нужно после запуска windows а нужно сначала включить корг наш чтобы он по юсб кабелю был соединен с компьютером и он был включенном состоянии в режиме стиль play и только потом запускать qbase чтобы при сканировании обнаружил наш инструмент но значит первым делом мы здесь дорожки пометим так чтобы напишем название чтобы они соответствовали нашим дорожкам в нашем корге для этого я здесь щелкаю и вписываю имя первым к именем у нас будет естественно идти бас и мы пишем можно по-русски бас нажимаем enter вот и проделаем такую же операцию со всеми остальными каналами вот обратите внимание я поменял название бас барабаны перкуссия аккомпанемент 1 2 3 4 5 ну немножко мы их раздвинем чтобы нам хорошо было вам видно теперь мы остановим порты то есть чтобы на каждую дорожку нас приходила с одного по одному как вот каналу то здесь вот во входе мы устанавливаем не алмеге им путь оставим наш корк по 500 вот pardon корк по 500 следующим ставим тоже корк по 500 и так во всех каналах здесь тоже 500 проверяем чтобы мы точно видели что они все приходят все мы поставим что с нас везде получается на входе из поступает должен сигнал в миде с нашего корга по 500 теперь мы должны поменять меди каналы так как спецификации написано что у нас самоиграйный блок все меди каналы идут с 9 по 16 мы должны установить для баса 9 канал то есть вот вот здесь мы ставим 9 канал дальше барабаны у нас идут на десятом меди канале и так далее перкуссия на одиннадцатом и остальные все также проставляем 12 13 14 вот 15 и последний 16 меди канал все мы вот уже расставили конечно я хочу сказать что вот это у нас выходные выходной меди канал то есть из кубейса в инструмент то есть на выход его конечно можно не устанавливать в соответствии с каждым инструментом но если мы захотим информацию обратно в дальнейшем послать обратно в корк то можно это все заранее поставить если мы будем только работать с вст-инструментом то есть из корга посылаем информацию в кубейс и дальше никуда она не идет только на выезд инструмента то канала можно ставить соответственно каждому модулю свой но главное теперь к в чем задача теперь задача в том что у нас по умолчанию кубейс принимает сразу на любую из дорожек все меди каналы то есть если мы сейчас включим запись и пошлем информацию скул скорга то все сигналы которые будут идти по меди каналам будут записываться в одну дорожку сразу все то есть если мы все дорожки включаем записи то в каждой дорожке будет все одинаково и и все меди каналы записываться нам нужно сделать так чтобы каждый канал принимал только свой меди канал с кубейса с пардон скорга для того чтобы разделить каналы нам понадобится вот эта кнопочка которая находится здесь это input трансформер который поздай позволяет нам разделить эти каналы нажимаем на нее и выбираем здесь лакал лакал это будет фильтр отфильтроваться только тот конкретно для этого трека вот выбираем лакал открывается вот такое меню здесь в пресетах у нас есть уже специально фильтры подобраны выбираем вторую строку и выбираем прием только по девятому каналу то есть здесь будет проходить только 9 и не забывайте включать модуль все первый канал это басовый канал мы сделали теперь барабаны та же самая процедура выбираем лакал здесь фильтр выбираем 10 меди канал прием только по десятому каналу включаем модуль закрываем и так далее проделал всю операцию со всеми остальными треками вот я все уже проделал и здесь когда мы выбираем к трек она горит желтеньким вот сейчас мышкой мы передвигаем по каналам и видим что желтенькая горит значит у нас режим включены вот вы настроили на прием скорга теперь чтобы проверить идет ли сигнал поступают ли канала каналы на сигнал нужно включить допустим какой-то стиль мы включаем допустим вариацию я первый включаю на корги вот он пошел мы видим что пока мы стоим на этом канале у нас индикатор показывать поступление сигнал если мы станем другой другой показывает но как понять что идет куда для этого мы здесь нажимаем динамик мы сразу видим что индикация работает по разному потому что у нас сюда приходит только басовая партия сюда приходит только барабаны здесь перкуссии в данном случае в этом стиле перкуссии нет вот мы включаем здесь вот аккомпанемент один вот видим пошел и остальные включаем ну в данном стиле вот сейчас который играет играет только бас барабаны и аккомпанемент один ну допустим переключим на другую вариацию вот я 3 включил мы сразу видим что у нас пошел по аккомпанемент 3 еще какой-то аккомпанемент и по четвертым еще у нас приходит но записывать пока еще рано почему потому что у нас нет синхронизации чтобы точно записывать ровно в сетку все партии для этого нам нужно проверить синхронизацию и сделать пробную запись для того чтобы проверить синхронизацию мы заходим в транспорт и выбираем опцию project synchronization setup открывается это окно и здесь должно стоять миди тайм код дальше нам интересно будут вот этих два окошечка так как у меня здесь звуковая карта еще дель стоит пусть вас это не смущает у каждому стран и вот наш корк мы ставим здесь две галочки и тут все три должны стоять нажимаем окей все мы сейчас включили синхронизацию кубейси теперь мы с вами рассмотрим на окне самого корга вот у нас стоит стиль теперь я хочу включить синхронизацию здесь чтобы у меня было согласование вместе с кубейсом для этого мы нажимаем кнопку на клавиша global и здесь оставляем clock send и вместо интернальной синхронизации выбираем синхронизацию usb дальше что нам еще нужно сделать если он кого-то не играет на выходе нет партии как вот предыдущем я вместе в моменте показывал значит нужно зайти в миди out канал и здесь 9 10 11 так далее до 16 настроить как вот у меня показано на картинке то есть бас в девятом десятом барабаны и так далее как мы поставили синхронизацию выходим у нас сразу видим что темп у начинает синхронизироваться вот он здесь появился кружочек и темп шевелится чтобы проверить изменяется ли синхронизация с кубейсом мы здесь на панели транспортной панели выключаем темп и мышкой изменяем темп например поставим темп 140 как вы видите как увидите 140 темп у нас стал и здесь это говорит о том что у нашей клавиши синхронизировались с кубейсом теперь чтобы произвести запись по канально и одновременно нужно включить запись на всех каналах приема вот как мы я делаю включаем везде запись и достаточно нажать теперь кнопку записи общего на кубейс и как будет происходить запись будет играть тот аккорд который был последний нажат теперь можно смело нажимать на клавиатуре на корговской гармонию переключать и будет меняться запись вот я теперь как вы видите вернее как вы слышите что меняется видно на треках меняется гармония это я руками же переключаю беру разные аккорды и так напишем сколько нам нужно останавливаем мы получили запись синхронизированную скорга если мы зайдем в какой-то из треков мы в пианроле увидим что у нас ноты все ровненько записаны и ровненько записались ровно передалось есть тут небольшая хитрость чтобы сразу получались ровные паттерны и без расхождений можно здесь включить автоквантизацию если хотите пост до после этого сами вручную проверять и смотреть нужно ли вам нужно ли вам это выравнивание или нет то можно не включать автоквантизацию автоквантизация у нас включается кубесе вот восьмой версии сделали они вот здесь нажимаем здесь вот на эту на нижнюю строку вот эту вот и вот она внизу ставим галочку такой автоквантизации единицы нужно помнить о том что какой размер мы квантизируем я у меня по умолчанию стоит 16 теперь как куда мы записали мы выключаем запись конечно хорошо бы сохранится нажимаем файл выбираем с и выбираем место куда мы хотим на сохранить свой проект пишем какое им теме проба проба один и сохраняем все у нас проект на написано вот эти здесь вверху мы видим куба из про project проба один вот мы сохранились теперь чтобы у нас корк не запускался какой-то смотрите нажал у меня пошла и пошел играть корк он будет играть не по той гармонии которую мы здесь уже записали а будет где у нас последний аккорд мы брали на самом инструменте поэтому чтобы этого не происходило мы опять отключимся нашу синхронизацию заходим про же сетап и достаточно снять одной галочки вот здесь и у нас стартовать уже не будет вот смотрите вот я нажимаю все вроде показывает звука нет то есть корк наш не стартует мы его отключили теперь мы перейдем к тому что мы на эти миди каналы будем назначать какой-то вист инструмент хочу сказать что в самом кубесе восьмом про полной версии присутся два отличных модуля достойны достаточно библиотека это барабанный модуль модуль группа агент с е и холион sonic с е вот на этих двух базовых мы попробуем подключить инструменты к данным меди каналам для того чтобы вызвать эти панели если они у вас здесь не показываются сбоку потому что здесь восьмом кубесе эти панели сделали отличительно от других от старых версий он спрятан вот здесь нажимаем на эту кнопочку и если вас галочка не стоит а у нас данном случае не стоит мы нажимаем и мы появляя появляется вот такой отдел здесь мы установим наши модули ну первым мы допустим начнем с барабанов и вот я открываю здесь и заходим в drums и нахожу груфф агент с е и загружаем этот модуль он конечно спрашивает нам создать ли миди трек зачем нам создавать если они у нас есть поэтому нажимаем cancel отмена и у нас появляется вот такой вот модуль барабанный которым у нас достаточно большое количество инструментов барабанных китов вот кстати кому не хватает могут докупить полную версию этого барабанного отличному да в данном случае у нас вот здесь в окошечке пока сколько драм китов у нас есть чтобы обновиться можно здесь на поле вот так кнопку и у нас в обновлении то есть 182 драм кита ну какой модуль нам выбрать честно говоря на вкус и цвет товарищи нет но мы попробуем подобрать чтобы он более-менее подходил к нашим барабаном ну я не знаю посмотрим какой-нибудь рок-поп что нам предложит допустим вот этот модуль мы его загрузили вот они барабашки есть можно послушать какие барабаны звучат и насколько они будем сейчас посмотрим насколько они нас совместимы потому что там расположение нод может быть не совсем соответствует дженерал медиевскому стандарту вот как мы теперь поступим убираем мы загрузили модуль и убираем его в сторонку или закрываем это окошечко я вот этот модуль уберу чтобы он мне не мешал с экрана опять вызову это меню уберу вот и стану на барабаны все остальные каналы я замутирую они не в данном случае не нужны чтобы не мешали и выбираем барабаны здесь мы теперь выходной части выставляем агент теперь если мы послушаем вот он нас заиграл достаточно отлично подходит расположение джессовская то есть в данном случае меня допустим к примеру устраивает я его оставляю не забывайте чтоб можно сохраняться периодически хотя здесь есть автозапись но лучше самому когда вы чувствуете это сохранится барабаны как бы у нас есть теперь нужно перейти к басу я мутирую барабаны и открываю бас придется обратно возвращаться к модульной части и загрузить теперь еще раз теперь холион sonic находим его разделе синтезаторов вот у нас есть холион sonic se и загружаем еще один модуль тоже не пользуюсь и в созданием миди канал отменяем cancel и вот открылся наш холион sonic в данном случае модуль у нас 16-канальный и 16-канальный миди и 16-канальный аудио то есть здесь вот мы можем выставлять аудио порт скажем так вот на которой будет у нас выходить аудио сигнал так как у нас бас находится на девятом миди канале мы вот так назначили значит инструмент здесь будем выбирать в девятом миди канале вот нас 9 миди канал мы открываем эту строку здесь конечно достаточно огромное количество здесь 1411 инструментов чтобы проще был найти бас мы вот здесь строке по-английски можем набрать слово бас и вот мы находим сразу какие басы тут есть можно послушать допустим я не знаю какой-нибудь бас допустим вот этот загрузим насколько он будет совпадать сейчас мы посмотрим и здесь назначим на естественно выход уже холион sonic и мы сейчас послушаем как он будет играть достаточно неплохо играет теперь мы включим с барабанами послушаем это вместе с барабанами как это совместно звучит здесь по ходу можно регулировать достаточно прилично звучит дальше можно здесь опять этот изображение модули убрать чтобы они нам не мешали дальше мы посмотрим другие инструменты вот у нас теперь есть какой-то аккомпанемент можно посмотреть в корге что там играла ну насколько я помню у меня там играл по моему какой-то органчик поэтому здесь теперь выставляем сразу холион 12 получается не забываем что у нас холион многоканальный поэтому достаточно нажать вот на эту маленькую клавиатурку и мы выходим сюда 12 канал значит здесь двенадцатом канале мы найдем наш какой-нибудь орган орг и вот какие-то органы у нас тут появились насколько они хорошие это надо будет непосредственно слуш ну допустим сейчас какой-нибудь загружаем какой-нибудь орган вот загружается все вот загрузили орган поставлю я соло и послушаю какой-то непонятный футуристический чтобы нам все время не включать не остановить мы поставим петлю какую-то петлю на сколько-то тактов вот так локатором выделяем нажимая здесь петлю и запускаю и буду щупать инструменты мне не совсем он нравится как он чем играет посмотрим какой-то реверберации ну допустим мы оставляем этот инструмент к примеру пример оставляем теперь послушаем вместе барабан и с басом вначале на одном такте ставим позже потом пошел отсюда ну что то есть да дальше ну и дальше мы в принципе проделываем то же самое со всеми остальными каналами со всеми остальными партиями но вернемся к нашей задачи мы изначально хотели чтобы наш корк звучал инструментами выезды вот мы когда проставили все инструменты и у нас удовлетворило как это играет нам теперь вот эти дорожки конечно не нужны мы их можем просто вот так стереть хотя их можно и оставить они нам мешать не будут теперь дорогие друзья мы переходим коргу непосредственно и здесь нужно отключить синхронизацию чтобы можно было играть и не запускать ничего остального значит для этого заходим global меняем здесь экстернальную usb на интернальную и выходим отсюда еще один момент в корге надо будет включить экстернальный посыл вместо интернального это мы заходим ми и в меню выбираем track control и и здесь у нас по умолчанию стояли везде бот да вот я сейчас восстанавливаю то есть изначально изначально было так мы если у кого внешний вид вот такой значит нажимаем track select чтобы показывал все восемь каналов и выбираем этот и шатлом ставим external то есть у нас не будет задействована внутренние инструменты а будет только работать на внешний выход и нажимаем выход все теперь мы можем поиграть синхро старт нажали и поехали как вы видите я переключаю не слышите гармонию нажимаю бреки все должно у вас работать теперь все настройки которые у нас здесь сделаны для данного стиля мы можем сохранить как уже такой загрузок загружаемый модуль для данного стиля создать какое-то имя и сохранить его маленький нюансик для того чтобы у нас при переключении стиля и бы инструментов каких-то в корге не команда не посылались переключать пытаться у нас вместе в ст инструментах менять инструменты и так далее нужно нам там поставить фильтры заходим в global выбираем внизу закладку фильтр и в разделе миди выход фильтров устанавливаем те параметры которые у меня есть то есть файлы команды эксклюзив чтобы не проходили из корга программ чень чтобы инструменты не менялись ну и все остальные контроллеры которые там дополнительные чтобы они не мешали то есть мы в данном случае получаем то что мы на корге можем поменять стиль а инструментал как бы ансамбль в кубе составляет остается в том же составе то есть тоже тот же бас те же барабаны и так далее то есть по идее получается так ансамбль один и тот же играет разные стили плюс когда вы установите запишитесь здесь чтобы у вас не не менялось ничего если есть у кого-то вопросы пишите мне я не особо конечно вступаю в переписку но например по skype я могу с вами побеседовать также я занимаюсь платно если кому будет это нужно более там глобально что-то поискать посмотреть разобраться с чем-то я есть также в контакте там в предыдущих уроках есть ссылка на контакт меня там можно найти все до новых встреч